Спорт как высокое воинское искусство. Кёкусинкай – одна из самых трудных и жестких разновидностей каратэ. И в то же время едва ли не самая зрелищная. Это восточное единоборство привлекает миллионы детей и взрослых во всем мире. 360 участников объединил на татаме ВСК Подмосковья совмещенный турнир, посвященный Дню космонавтики. Взрослые спортсмены состязались в рамках чемпионата Московской области. Дети от 10 до 17 лет оспаривали награды открытого первенства области и открытого кубка городского округа Щелково. Местных ребят порядка 50 человек. Остальные гости из подмосковных городов и поселков, а еще из Москвы, Рязани, Саранска, Иваново, Владимира и Ярославля. Соревнования по Кёкусинкай проводятся в двух дисциплинах. Ката называют визитной карточкой этого вида спорта. Это технический комплекс упражнений. Спортсмен выполняет определенную последовательность движения и ударов, демонстрируя технику и тактику ведения боя. Только бой это с воображаемым соперником. В ката оценивается частота движений, четкость их выполнения, боевой дух спортсмена, артистичность, даже форма одежды, чтобы все было правильно подогнано и заправлено. За нарушение балл снижается. Совсем другое дело дисциплина кумите. Это спарринг, в котором соперники уже не воображаемые, а самые настоящие, демонстрируют ударную технику. Поединки проводятся в полный контакт. Они насыщены мощными ударами руками и высокими эффектными ударами ногами. Их-то больше всего и любят зрители. Ногой можно бить в голову, а вот руками исключительно в корпус. В отличие от взрослых, дети выступают в защитном снаряжении, шлемах, жилетах. Ограничен контакт голову рукой, что позволяет не травмируя себя, не получая сотрясения головы, спортсмену как-то развиваться, развивать свое тело, дух. Ну а кто вырастает, уже более такие великие спортсмены, они готовы выступать и в других, более жестких видах единоборств, такие как и ММА, и бои без правил и так далее. Поединки кумите – это и азарт зрителей, и испытания для нервной системы тренеров. Судьи учитывают технический уровень спортсменов, контроль инициативы и боевой дух, проявленные во время боя. И каждый бой, хоть он и длится, как правило, две минуты, заставляет бойцов выкладываться по полной. Почему как правило? Потому что если судьи на татаме оценили выступление в основное время на ничью, назначается дополнительная минута или две, в зависимости от категории выступающих. А нередко бывает наоборот, весь поединок заканчивается за несколько секунд, хватает одного тяжелого и точного удара. В детско-юношеском Киокусинкай много возрастных и весовых категорий спортсменов, поэтому и поединков в рамках турнира не одна сотня. Младшим ребятам на пути к заветному золоту надо провести 4-5 боев, старшим достаточно трех, но и сил на них приходится затратить гораздо больше. В заключительном бою всего турнира спортсмен, представляющий клуб из Павловского посада, уже по ходу боя получил преимущество, оценку в Азаре и уверенно довел поединок до победы. После боя признался, что на этом турнире у него была особая мотивация. По итогам соревнований по Киокусинкай, посвященных Дню космонавтики, призеров и победителей много. Отметим, что спортсмены, представляющие городской округ Щелково, тоже неоднократно поднимались на пьедестал. Они завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых медалей. Продолжение следует...